вечер life меня зовут александр сюда и говорим мы о путине его речи которую так ждали так анонсировали и если коротко разговоров то было разговоров то было юрий фельдшки фельдшкинский российско-американский историк и политолог доктор исторических наук с нами юрий добрый добрый вечер добрый вечер добрый вечер вас видно раз слышно да вот вчерашнее вчерашнее обращение путина какое у вас оставила впечатление какие выводы сделали ну смотрите во первых с точки зрения новостной или пиарные это был абсолютный провал потому что путин был как бы полностью закрыт визитами байдена более красочными более важными для международных новостей поэтому выступление путина которое было между визитом байдена в киев и визитом байдена в варшаву для международных власти новостей было абсолютно как бы потерянное событие на на внутреннем фронте ну во первых двухчасовое почти двухчасовое выступление лидера как говорится страны в современном мире это катастрофа никто это слушать не в состоянии да особенно молодежь которая привыкла уже к твиттеру к мл и и который больше двух минут не может сосредоточиться но бы он в общем ничего не сказал он заявил о выходе из россии с технического ядерного договора на это уже в общем я думаю никто всерьез не обращает внимание потому что международное сотрудничество с россией сейчас связи но практически к нулю да поэтому в силу вот этих вот долгосрочных договоров никто и не верит если по существу смотреть на этот договор которого ограничил ядерное вооружение но у россии уже такое количество в запасе этих ядерных вооружений что как говорится на ближайшую войну всем хватит а дальше а дальше уже никто смотреть сейчас не будет поэтому а ну ничего нового по существу путин тоже не сказал то что он говорил было озвучено уже много-много-много раз никаких побед он народу не обещал до никаких сроков для военного конфликта не устанавливал о прекрасном будущем он тоже не говорил поэтому ну наверно его это все другое дело не очень волнует потому что нет обратной связи между оратором и слушателями да никакой обратной связи даже между им и теми кто сидел там в зале да из аппаратчиков как говорится российских даже с ними нет обратной связи не говоря уже про про народ мнение которого путину не очень важно независимо от того какое поэтому это был такой формальный момент который прошел все ждали что что-то объявит закрытие границ новый набор в армию может быть какие-то новые страшилки но ничего войну войну объявит война бену война уже идет с точки зрения украины война и уже идет с точки зрения россия ну те которые на все это смотрят из-за границы потому что они из-за войны уехали тоже все понимают что война идет а с точки зрения тех россиян которые там остались наверное это не очень важно идет война и происходит что-то другое потому что жизнь от этого тоже их как бы не меняется ну да но громких объявлений в том числе и войне тоже не последовало вчерашний вчерашний выступление байдена после выступления путина это совпадение или это вот так красиво перебили информационно то что говорил путин и ответили сразу разложив по тезисам то что звучало в путинской речи а я уверен что это не совпадение я уверен что естественно это так и планировалось и повторяю с точки зрения как бы пиара байден а путина здесь переиграл а потому что с одной стороны он выступил в киеве и путин не отреагировал на это выступление но скорее всего она не отреагировал на это выступление потому что речь была написана заранее и менять в ней что либо с бюрократической точки зрения было сложно а люди которые рядом с путиным наверное побоялись самостоятельно принимать решение о внесении каких-то изменений в эту речь и вот так и получилось что путин как бы промолчал да в ответ на визит байдена а из-за того что путин промолчал все остальные тоже промолчали да поэтому а дальше уже байден наоборот в варшаве затронул абсолютно абсолютно все пункты которые должен был затронуть будем откровенны и в киеве речь байдена была ну я бы считал такой деловой спокойной короткий короткой задача байдена там была просто ну еще раз подтвердить зеленскому что америка с украиной что украину никто не бросит что украине будут помогать и что весь свободный мир с украины в польше речь байдена наоборот я бы считал была такой подчеркнутый эмоциональной и он покрыл ну в общем все аспекты до кроме кроме пункта о помощи украине что ожидалось кроме пункта о том что весь мир с украины что ожидалось кроме пункта о том что он благодарит english за помощью украине за прием беженцев так далее что тоже ожидалось потому что он выступал в варшаве и как бы должен был поблагодарить То есть хозяев страны, пригласивших его с визитом, он тем не менее затронул и Молдову, и Беларусь. И он не сказал буквально то, что задача НАТО – это поражение России, но на самом деле это то, что он сказал. Он не сказал, что задача НАТО – это изменение режима правления, системы правления в России, но на самом деле сказал. То есть в этом плане я считаю, что речь Байдена была достаточно интересной по существу, потому что он покрыл действительно все интересующие нас вопросики. Понятно, хоть там несколько слов по каждому вопросу, но тем не менее он по всем этим пунктам пробежался и, скажем так, сомнений не оставил в том, что установка Соединенных Штатов и союзников Соединенных Штатов взята на то, чтобы победить в этой войне. И чтобы, соответственно, Российская Федерация потерпела в этой войне поражение. Тут не было уже речи ни про переговоры с Путиным, ни про мир, ни про то, что эта война как-то сама закончится. А на самом деле речь шла о том, что в этой войне нужно побеждать, и это единственный способ ее закончить. Очень сквозил такой рефрен в речи Путина вчерашней о том, что это все страны НАТО, вот они виноваты, у них козни за нашей спиной вероломно готовили нападение. И, по сути, так повеяло опять тем, что Путину хочется вернуться вот в эти 80-е и 70-е годы молодости вот этой холодной войны. И вот эта попытка представить, что это вот новая холодная война, ну вот с конкретной войной на территории Украины, но с Западом. Есть у вас такое впечатление? Или вот что хочет Путин вот этими вот выпадами, чего он хочет добиться? Понимаете, может быть, у Путина и была возможность вернуться в период холодной войны и вернуть Россию как бы в Советский Союз в периоды холодной войны. Но, скажем, этот шанс он уже упустил, потому что 24 февраля, может быть, можно и раньше отсчитывать, может быть, можно утверждать, что этот шанс он потерял в 2014 году. Но 24 февраля 2022 года мы перешли Рубикон, да, это уже было не про холодную войну. Вот Советский Союз, Соединенные Штаты, да, и НАТО, и Советский Союз, и Варшавский договор существовали в формате холодной войны. Это означало, что противостояние есть, задачи расширения, допустим, социалистического лагеря, как тогда это называлось, есть. Но никогда в советские годы не было речи о войне в Европе. Вот Советский Союз входил в Венгрию, и там были жертвы в 1956 году, да, подавлялась достаточно кровава, да, венгерское восстание. Советский Союз входил в 1968 году в Прагу, но Советский Союз не начинал военных действий против Венгрии, и Советский Союз не начинал военных действий против Чехословакии. И при подавлении солидарности Советский Союз тоже в Польше, да, исхитрялся как мог, но он не начинал военных действий против Польши, да. А единственная война, которая была у Советского Союза, была война в Афганистане, где Советский Союз вторгся в независимую страну и попытался взять ее целиком под свой контроль. Но эта война длилась 10 лет и Советский Союз потерял там 15 тысяч военнослужащих, что на фоне нынешней войны в Украине выглядит как мелкие потери. Хотя в те годы это не казалось мелкими потерями. Понимаете, сейчас мы не в холодной войне. Холодной войны уже, как говорится, нет и не будет. Сейчас уже идет реальная война, настоящая война. Вопрос только в том, мы не знаем на него ответа, расширится она за пределы России, Белоруссии, Украины или каким-то образом останется в границах этих трех государств. Ну и соответственно, когда она закончится. Потому что если она расширится, то наверное это уже будет другого рода война. Потому что если Байден, тем не менее, повторил снова во время выступления вот эту свою фразу, ну я ее как раз считаю, исходно считал очень неудачной, да, потому что она была произнесена без учета того, что Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, да, когда Байден сказал, что мы будем защищать каждый дюйм территории стран НАТО. Ну с одной стороны он как бы этим открыто сказал России, что Америка не будет вмешиваться как НАТО в войну в Украине, а с другой стороны он забыл в этот момент про Швецию и Финляндию. И на самом деле и в отношении Украины он как бы оказался неправ, да, по существу, потому что Америка хотя и не вмешивается в войну в Украине, но тем не менее активно сейчас уже помогает Украине, да, в том числе и оружием. Ну и в отношении Швеции и Финляндии это, конечно, привело к тому, что шведы и финны моментально подали заявку о вхождении НАТО, потому что иначе создавалась угроза их независимости. Но в этот раз уже Байден снова повторил про НАТО, да, чтобы напомнить Путина еще раз, что дальнейшего расширения этой войны НАТО как НАТО не потерпит. Что важно, потому что у Путина до сих пор есть планы расширения этой войны и не случайно поэтому Байден как бы упомянул и Молдову несколько раз, да, и Беларусь. Хотя с Молдовой у России как бы нет общей границы на данный момент, и для того, чтобы она появилась, России еще нужно пробиться через юг Украины к Приднестровью. Но это, видимо, то, что в конце концов ожидается от Путина попытки создать сухопутный коридор к Приднестровью, и поэтому Байден начал нужным Путином снова об этом предупредить. Поэтому в целом, ну, Байден, да, как бы пожилой человек, да, он вообще очень хороший оратор, но как бы сейчас он уже пожилой человек, уже сложнее выступать, уже не так, может быть, ярко он выступает, как, не знаю, в молодости. Но, тем не менее, он на самом деле хороший оратор, и все пункты, я считаю, он подкрыт. А вообще в США вот этот визит Байдена, он насколько резонанс вызвал именно в Киев? Потому что в Польше вот все было анонсировано, все было ожидаемо, а вот вот этот неанонсированный визит в Киев? Американцы вообще очень внимательно следят за вот такого рода поездками своих президентов, и особенно, когда это связано с войной, и когда президент летит тоже обычно без объявления предварительного, а куда-нибудь типа Афганистана, где находятся американские войска, но сейчас там их уже нет, но они там были, или Ирака, где находятся американские войска, да, это всегда освещается достаточно широко и идет как главная новость. Поэтому, конечно, визит Байдена в Киев оказался этой главной новостью, да, в этом смысле, опять же, с точки зрения новостной, Байден, безусловно, привлек внимание всей Америки снова к Украине, да, потому что не то, что Америка не следит или не знает про войну в Украине, знает и следит, но количество внимания, скажем так, которое американцы в состоянии отвести для одного конкретного сюжета, оно всегда ограничено, да, поэтому, если там в первые недели, в первые месяцы войны Украине посвящалось очень много новостного времени, то сейчас, конечно же, это время уже сведено, ну, к какому-то минимуму. Это, кстати, не означает, что, как многие пишут, что американцы устали от там войны, от помощи Украине, это как бы не так, это исключительно такой новостной момент. И то, что Байден туда полетел, конечно, напомнило всем американцам, что, во-первых, эта война идет, во-вторых, Америка в этой войне на стороне Украины, и, в-третьих, Америка не собирается свертывать свою помощь Украине и прекращать заниматься этой европейской или украино-российской проблемой. Так что, во всех случаях, это было, я считаю, очень полезно и грамотно сделано. Ну, а в Варшаве он выступал перед, скажем так, благодарной аудиторией, да, потому что в Польше, для Польши и важно участие Америки в российско-украинской войне, и для Польши важно, конечно же, что поляки знают, что, если что, Америка на их стороне. В этом плане, повторяю, с точки зрения как бы новостной, пиарной, визит Байдена был очень успешный. Визит китайского дипломата Верховного, да, Ван Йи, главы МИД КНР, как раз вот тоже накануне вторжения, перед речью Путина, вот что там могло обсуждаться, тем более он сопровождался такой довольно серьезной перепалкой между официальными лицами США и Китая. Официальные лица США, представитель ООН заявила, что передача Китаем, России вооружения летального, это будет красная линия. Ну, а ей спикер МИД сказал, что не лезьте, это вообще не ваше дело и не позволим никому нам диктовать российско-китайские отношения. Вот что там могли обсуждать и что мог привести с собой господин Бан Йи? Вы знаете, он мог привести очень много и в принципе хотелось бы, конечно, знать и понимать, что они там обсуждали, о чем они договорились, если они о чем-то договорились и что Путину было сказано, если Путину было что-то сказано. И, конечно, в Америке очень осторожное или, скажем так, негативно осторожное отношение к Китаю. И, ну, я бы, конечно, считал, что в интересах Китая эту ситуацию как-то переломить и улучшить к себе отношения в Соединенных Штатах Америки. Но для этого Китай должен занять, скажем так, однозначную позицию в отношении российской агрессии в Украине. И пока этого сделано не было, пока Китай пытается немножко стоять как бы над конфликтом, может быть, оправдывая свою позицию тем, что они не хотят, чтобы на них оказывали давление, да, а на них получается все время все оказывают давление. То Россия просит оружие дать, например, да, то Америка просит оружие не давать или высказать свою точку зрения. И получается, что Китай все время лавирует. И, может быть, он действительно лавирует. Может быть, задача Китая как раз и состоит в том, чтобы, ну, не высказывать свою точку зрения по поводу отношения Китая к этой войне. Посмотрим, каковы будут результаты этого визита. Потому что, конечно, если бы Китай заявил бы, например, однозначно, что в этой войне Китай стоит на стороне Украины и поддерживает помощь НАТО Украине, конечно, это сняло бы, прямо скажем, серьезный вес, да, с весов тех людей, которые в Соединенных Штатах Америки утверждают, что Китай является главным стратегическим противником Соединенных Штатов. И в этой связи нужно не на Украину, как бы, смотреть и не Украине помогать, а думать о будущем столкновении с Китаем. То есть, на сегодняшний день это может быть не главный взгляд на то, что происходит с Китаем. То есть, по крайней мере, эти люди не доминируют, например, в Конгрессе Соединенных Штатов. Но они легко начнут доминировать, если Китай даст основания считать, что в этом конфликте Китай на стороне России. И на стороне России в основном из-за того, что он против Америки. Поэтому я бы, конечно, на месте Китая попробовал бы более осторожную и более мудрую политику в этом плане. А что думает Китай по существу в отношении этой войны? Считает ли он ее выгодной для себя или невыгодной? Считает ли он для себя выгодным или невыгодным конфликт между Российской Федерацией и НАТО, допустим? Это отдельный разговор. Я бы считал, что в целом это не может быть выгодно Китаю, поскольку у Китая все основано на экономической стабильности, на бизнесе, на торговле, на финансах, а не на военных действиях. В отличие от России, у которой, так уж получается, традиционно всегда все было основано не на деньгах, а на использовании военной силы. Поэтому посмотрим. Но на самом деле позиция Китая важна и, может быть, это даже сейчас один из самых важных моментов, который нас ждет. Из неизученных моментов, которые может нам принести либо плохие новости, либо наоборот хорошие. А вот это речь, анонсированная Си Цзиньпиня, к годовщине как раз вторжения полномасштабного России 24 февраля, что он с такой некой речью. И перед этим, или даже не перед этим, а в этой новости идет напоминание, что Китай выступал с поддержкой территориальной целостности, суверенитета всех стран. Ну, будем считать, что и Украины тоже. Вот где тут этот компромисс, который может предложить Китай? Мол, ну вот уже откусили от вас территории, давайте вот главное прекратить стрелять и вот давайте на этом зафиксируемся. То, в принципе, о чем говорит и Россия. Понимаете, ну, во-первых, нет, Россия об этом не говорит, кстати говоря. Россия делает вид, что они согласны прекратить военные действия, если будет обсуждаться территориальная целостность Украины и возможность там отхватить какие-то куски. Но даже здесь Россия обманывает, потому что мы знаем, что планы Путина заключаются вовсе даже не в захвате Украины, да, а в расширении Российской Федерации до там пределов, по крайней мере, Европейского Советского Союза и возвращении контроля над военной Европой, над Восточной Европой. Так что Путин тут лукавит. Я думаю, что вот эта вот инициатива, если действительно она будет озвучена на уровне, давайте сядем за стол переговоров, давайте начнем какой-то компромиссный вариант, я думаю, что с этим Китай очень сильно опоздал. Будем откровенны. И, может быть, с этой инициативой можно было вылезать 25 февраля, когда Макрон названивал Путину и Зеленскому, когда предлагались мирные переговоры. Но сейчас уже этот поезд ушел. А скажем так, оправдывать, допустим, если вдруг это произойдет, я надеюсь, что это не произойдет, оправдывать, допустим, помощь Китая, Российской Федерации тем, что, дескать, Украина не садится за стол переговоров, я думаю, как бы выигрышным для Китая это выглядеть не будет. Всем будет понятно, что это лишь такая уловка и отговорка для оправдания, опять же, желания Китая помочь в этом конфликте Российской Федерации. Повторяю, я не думаю, что возможен реальный союз между Китаем и Россией. Я не думаю, что Китай заинтересован в этом союзе, потому что цена за этот союз может оказаться очень высокой. Ценой за этот союз может оказаться фактический разрыв экономических отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Потому что количество людей, которые в Соединенных Штатах, среди влиятельных политиков, прежде всего, только и ждут момента, чтобы Китай наконец-то оступился, чтобы можно было разорвать либо полностью, либо частично вот эти серьезные экономические связи, прежде всего экономические, которые отстроены между Китаем и Соединенными Штатами, очень большое. И если Китай в этом плане отдаст повод для этого разрыва, Китай потеряет от этого очень-очень-очень много. И вот эта теоретическая помощь России, которая в убыток, во всех случаях будет идти Китаю в убыток, как мы понимаем, потому что помощь это же как бы ты даешь, а не тебе дают. Она кажется для Китая очень дорогой, очень-очень дорогой, поэтому я искренне надеюсь, что Китай, как и у китайского руководства, хотя она коммунистическая, это мы все понимаем, что у них хватит мудрости таких банальных ошибок с последствиями не делать. А вот чего Китай помалковал, действительно помалковал, вы говорите, он опоздал, 25 февраля надо было выходить, то есть смотрел, а вдруг получится, и тогда то же самое можно с Тайванем сотворить? Понимаете, Китай все-таки пока не использовал свою армию ни разу для решения внешнеполитических задач. То есть мы, конечно, можем утверждать справедливо, что Китай использует армию в Тибете постоянно, но Тибет с точки зрения международной, а не только китайской, это китайская территория. Китай участвовал во Вьетнаме, помогая коммунистическому правительству Вьетнама бороться с северным Вьетнамом, но это не была война, начатая Китаем. То есть он там участвовал как союзник, но он не инициировал начало военных действий во Вьетнаме. То есть вот за исключением вот таких вот каких-то случаев Китай ни разу не прибегал к использованию армии. А с Гонконгом Китай ждал сто лет, пока истечет договор аренды. И только потом как бы занял Гонконг по общему согласию всех заинтересованных сторон. И у нас много, может быть, и есть претензий к Китаю, потому что, тем не менее, это коммунистическая держава со всеми последствиями, и тут никаких иллюзий у нас нет. Но при этом считать, что Китай непременно попробует военным путем захватить Тайвань, я думаю, что это неправильно. То есть я думаю, что не очевидно, что это может быть сделано, будет сделано, и что это есть в планах китайского руководства. У Китая есть, безусловно, параноидальная идея, которая заключается в том, что Соединенные Штаты хотят спровоцировать конфликт между Китаем и Тайванем, и всячески подталкивают на этот конфликт Тайвань. Такой взгляд есть у Китая. Он не соответствует действительности, но это точка зрения китайского руководства. Но из этого не следует автоматически, что для решения вот этой проблемы или для ликвидации вот этого опасения Китаю нужно начинать военные действия против Тайваня. Скорее, по такой логике Китай должен готовиться к оборонительным действиям на случай, если эта инициатива будет исходить из Тайваня. А из Тайваня, как мы знаем, такой инициативы исходить в отношении Китая не может. Поэтому я бы здесь немножко поосторожничал и подождал. Вообще, к сожалению, да, ну к сожалению, потому что нам бы было проще, если бы нам все было ясно в отношении китайской позиции. Но, к сожалению, мы сейчас должны немножко стоять в стороне и смотреть на то, как Китай будет себя вести и как он будет пытаться входить вот в эту европейскую политику. Потому что ведь на самом же деле это европейская война во всех случаях, независимо от того, является ли это война между Россией, Белоруссией и Украиной или война между Россией и НАТО. Но это во всех случаях как бы европейская война. Это война, которая будет происходить в Европе, на европейской территории. А Китай как бы европейским государством, безусловно, не является. И ему вступать активным участником в этой войне, ну я бы считал неочевидным образом правильно и мудро. И не очень даже понятно, понимают ли китайцы, как им входить, как участники, как участнику вот этого вот конфликта. И может быть то, что мы услышим, я думаю, что максимум, что мы услышим, это какая-нибудь идея про переговоры, где Китай может быть посредником. Но, повторяю, это сейчас никого не удовлетворит и на эти переговоры никто не пойдет. Ни украинская сторона, ни российская сторона, ни НАТО, естественно, по многим-многим-многим причинам не захочет, чтобы Китай был посредником в каких-либо переговорах между Россией и Украиной. Ну что ж, посмотрим, да, действительно интересно услышать, что же там такое Си Цзиньпинь нам предложит. Юрий Ферштинский, российско-американский историк и политолог, доктор исторических наук был с нами. Юрий, спасибо вам большое. Юрий, спасибо вам большое.